Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Мудельна и Игорь Рысев. Мы, да, от темы медицины немножко сейчас отойдем. В конце этого часа мы поговорим о золотых медалях, точнее о том, что их уже, скорее всего, у нас в ближайшее время не будет. Это имеется в виду школьники, выпускники. Именно так, да. Школьники, школьникам теперь, наверное... То есть, представляете, школьников хотят лишить медалей. Ты помнишь, что вот эти золотые медали вообще в школе? Помню, конечно, да. Кому-то у тебя знакомых давали там в школе? Брату у меня дали золотую медаль. Вообще не помню, чтобы у нас кто-то там был медалистом. Наверное, были какие-то, но я даже не знаю, как она выглядит примерно. То есть, никогда не видел. Ну, медалька такая. Ну, да. То есть, сейчас мы тут немножко поспорили о том, что нужно это, не нужно. Но, в конце концов, я думаю, что это, знаешь, из разряда такого фетишизма, что ли, наверное. Ты знаешь, это уже традиция. Вот просто сколько уже лет дают эти медали. И это же действительно приятно. Ты выходишь, а тебе мало того, что аттеста, тебе еще медаль дают. Вот. И понятно, что ты ее никуда дальше не денешь. Ты ее положишь куда-нибудь на полку и, скорее всего, забудешь об этом, а память все равно останется. А тут ни медалей, ничего. Что давать будут? Просто аттестат. Вот. Суть в чем. И вопрос, зачем? Чтобы денег нет на медали. Эта тема попроще, вы над ней подумайте. Мы к ней вернемся в концу этого часа. Может, какое-то мнение по этому поводу. На 30-й минуте, да. Да, вы по этому поводу мнение свое составьте, конечно. Можете писать 8909 720 101, это номер для ваших смс, 708 502. Но это по другому поводу я номер говорю. Потому что сейчас мы будем говорить немножко о другой теме, более серьезной. И тут известия сообщают, сообщали на днях как раз таки. Мы решили с этой темой поработать. Депутаты предлагают ликвидировать фиктивные партии. Какие-таки фиктивные партии. Мы сегодня об этом поговорим. Суть в чем? Фракция ЛДПР намерена отобрать регистрацию партий, которые не принимали участие в выборах два раза подряд. Да, вот, именно так. То есть, очень много у нас теперь появилось партий в связи с либерализацией законодательства относительно всего этого процесса. И в связи с этим, на что сетуют депутаты от ЛДПР, и сама партия в частности, как я понимаю, отнимают голоса у тех политических сил, сильных, серьезных, которые уже имеют давние традиции представительства на всех уровнях власти, отнимают у них голоса на выборах разных уровней. И чтобы этого избежать процесса, чтобы все-таки у нас каким-то образом вот уже представлены серьезные большие политические структуры, там можно было понимать, что ЛДПР столько, КПР столько, то есть справедливая Россия, единая Россия, все, а все остальные, ну или, знаешь, такие мелкие, никому не нужные, неинтересные, которые представляют интересы от силы там нескольких тысяч человек, зачем они, в принципе, вообще нужны. Так вот, сегодня мы поговорим с представителями разных партий о том, правильно ли это или нет. Или все-таки нужно давать людям, гражданам России свое вот это представительство, какое бы оно ни было маленькое, но чтобы интересы их отставили именно те люди с теми взглядами, пусть их немного, которые им близки. Собственно, вот это, вот этот вопрос мы задаем и вам. Нужны ли вам вот эти много партий, или вам хватит там 4-5 больших парламентских существующих, 708-502 номер для прямого эфира, номер прямого эфира, звоните, можете нам высказывать свое мнение по этому поводу. Ну вот смотри, недавно же упростили всю эту систему, а сейчас, получается, опять гаечки закручивают. Ну вот не знаю, насколько это гаечки, потому что понятно, что основываясь на какой-то логике это предложение, появилось не просто так, но я все-таки считаю, что и то предложение, которое поступило, о либерализации, оно слишком упростило всю эту систему. И поэтому, да, действительно, ты помнишь, какие даже появлялись партии, ну до смешного доходило. То есть там я сейчас уже не вспомню название конкретное, что люди хотели там с какими идеями выходить на выборы и так далее, но это просто было уже несерьезно. Но с другой стороны, почему нет? В конце концов, ну действительно, у нас у всех разная жизнь, разные представления о социальных устройствах у нас в России, об экономике, политике и так далее. Нужно давать слово всем. И пусть это будет 10 человек, но пусть и не будут, в конце концов. Проблема в том, что тут они говорят о том, что, да, действительно, такие партии несерьезны, ну а представляешь себе ситуацию, что понадобится там какой-нибудь партии, которая представляет очень какие-то узкие, непонятные никому интересы, но добьется она успеха лет через 10-15, найдет она финансы, сторонников и так далее, раскрутится, грубо говоря, но через 10 лет она станет ведущей. Но вдруг? Ну вот я все равно не совсем понимаю. То есть, предположим, есть какая-то одна серьезная крупная партия, она создает еще какую-нибудь там дочернюю партию, и получается, что это действительно просто занимает в итоге голоса. Но когда партия не участвует несколько лет подряд в выборах, то есть, получается, здесь не приходится говорить о размывке голосов, потому что, в принципе, партия, ну, она себе и не представляет. А если и представляет, то там на одном уровне иногда потом еще... Ну, что ЛДПР предлагает избавиться от этого, так сказать, мусора, да? Ну, то есть, непонятно партия, зачем она есть тогда, если она не участвует в выборах. Вообще, на самом деле, правильно. Если партия есть, она должна в выборах участвовать. Другое дело то, что не всегда есть в этой партии, как людские, так и финансовые ресурсы, чтобы поучаствовать во всех предлагаемых выборах, которые существуют. У нас на линии тем временем появился Евгений Какаульн, руководитель Кировского регионального отделения партии «Яблоко». — Добрый день, Владимир! Я с Вашей позвоню с Вашей разговором. — Это Игорь. — Это Игорь, да. — О, Игорь, очень рад слышать. — Да, скажите, что Вы думаете по этому поводу об инициативе ЛДПР? — Ну, услышал Вашу последнюю фразу. На самом деле партия создается для выражения интересов тех или иных социальных групп, политических классов. Если она не хочет участвовать в выборах, может, партия вообще отрицает выборы как таковые. Почему она должна участвовать в выборах? Другое дело, что, на мой взгляд, не нужно быть выборов по партийным спискам. — Евгений Борисович, это просто логично. Если партия есть, то... — Еще раз повторю, Игорь. — Нет, я понимаю. — Избиратели, граждане, нужно избирать своего депутата. Этот депутат, кандидат депутата, может быть выгнут в любую партию, включая партию, которая насчитывает 26 человек. Если достойный человек, его изберут. Так должен действовать механизм. То есть одна территория, один депутат. При этом действительно могут быть две палаты, к учетам федерализма Российской Федерации. Но выборы партийным списком, они совершенно не выражают интересы граждан России и должны быть отменены. А партии пусть существуют в том виде, как они могут существовать. Я достаточно четко выразил свою мысль? Алло. — Да-да-да. То есть ваша позиция, что эти партии должны быть, вот эта инициатива, она нецелесообразна? — Из-за того, что эти мелкие партии создаются как следствие работы кремлевских политтехнологов для того, чтобы отнять голоса в реально существующих партиях. Если бы не было бы этой работы, не было бы этих псевдопартий. Во-вторых, раз они все-таки существуют, и вообще создание партии, в результате максимально простое, собралось 3 человека, создали партию, собралось 10 человек, создали партию. Участвуют на выборах, не участвуют. Это вопрос наличия или отсутствия депутатских мест. Но, если мы перейдем к нормальной системе выборов, когда избирается депутат только от территории, без так называемых партийных списков, все вопрос тут же решены. Выдвигайте, боитесь от любой партии за своего человека, побеждайте, работайте в действительном городе власти. — Да то есть что, вы поддерживаете все-таки инициативу о том, что у маленьких партий, у таких, как вы говорите, которые делают рублей? — Нет, нет, это ни о чем, это неинтересно, даже не надо обсуждать. Это то же самое, что предложить журнитель ЛДПР на том основании, что эта партия не поддерживается либерально-депротической идеологии. — Я не к тому, я говорю о том, чтобы отнимать у них регистрацию сейчас. — Нет, а не должно быть сложной регистрации. Несколько человек собралось, зарегистрировались, партия не участвует в выборах, ну и не участвует, не собираются, обсуждаются и проблемы называют себя партией. Это не является предметом причины эту партию запрещать. А еще раз говорю, если мы выдвигаем депутатов, кандидатов депутатов только от территории, все вопросы решаются. Если у вас достойный человек, выдвигайте его. добивайтесь его победы. Пусть одна партия будет иметь одного депутата в Госдуме. Ну, конечно, так не будет. Будет немножко по-другому. — Вот смотрите, вы отчасти все-таки сами себе противоречите. Вы говорите, что вот эти партии, они как раз-таки отнимают, отбирают голоса. — Никто ничего не отнимает. Если нет выборов по абсурдным партийным спискам, нет никакой проблемы. Должна быть нормальная система представительных органов, когда каждый депутат представляет конкретных избирателей в свою территорию. Это может выдвинуть, как партии, общественные организации, группы граждан. Идти в любом качестве. Быть беспартийным, величином любой партии. — Давайте не о том, как должно быть. Я тоже вас в этом случае поддерживаю. Я говорю о том, что есть вот эти партии. Никуда они сейчас не деваются. После либерализации. — Они пусть работают, пусть они собираются проводить круглые столы. — Хорошо, но при участии их в выборах они размывают голоса. Правильно? — Еще раз говорю, не должно быть выборов партийным списком. — Да я не говорю ведь, как должно быть. — А я говорю, как должно быть. — Почему меня спрашивают, как должно быть? — Нет, нет. Я спрашиваю о том, что сейчас отнимать у них регистрацию. Конкретно есть предложение. — Алло, какие-то у нас технические сложности. — Мы здесь. — Алло, Евгений Борисович, вы с нами? — Да, мы с нами. — Да, мы вас слушаем. — Да, отнимать у них все-таки регистрацию или нет? Исключить такие партии из возможности вообще в принципе? Там должны они, не должны. Даже если они захотели участвовать, чтобы их не было. А оставить нормальные серьезные политические силы, которые бы участвовали не было. — А как определить, что такое нормальная серьезная политическая сила? Люди имеют право создавать партию и действовать в качестве небольшой партии. Это не в нормальном современном демократическом обществе, без пошло понятия демократии, как власть негодяев. Это нормальная ситуация. Пусть будет партия журналистов даже. Хотя у нас сейчас запрещены партии по персональному признаку. Но это, может быть, и не есть хорошо. Пусть у нас будут 2000 партий в России. У США, кроме всем известных демократов, около 2000 партий или псевдопартий, как его можно называть. Пусть будет такая же ситуация. Россия еще больше. Больше, скорее, интереснее. — Мы вас услышали. Евгений Кокаулин, руководитель Кировского регионального отделения партии «Яблоко». Ну что, получается, такая точка зрения. Партия есть, а выборы не главные, Игорь. Так? — Вот мнение депутата Екатерины Лаховой по этому поводу. Чтобы партия начала нормально работать, чтобы она смогла проводить своих представителей в органы власти в нужное время, финансы, программы. Поэтому не нужно ничего принимать. Если она не нужна избирателям, она сама отомрет. А искусственно в какие-то рамки загонять — это неправильно, подчеркнула она. Вот об этом я и говорил. То есть партии просто не будет, если ее не будет никто поддерживать. А если ее поддержка будет нарастать в течение какого-то долгого количества времени, и за это время не найдет она способа участвовать в выборах. Ну просто из-за отсутствия даже банально денег. Ну да, действительно нужно время. Поэтому я не понимаю инициативы ЛДПР по этому поводу. Как можно, к примеру, просто прийти, зарегистрированные теперь партии, и сказать, ну, ребят, ну, вы как бы никто. Вы только делаете, что мешаете. Вот это, знаешь, как в автобусе с утра не будет. Ну, то есть это получается запретить этим партиям, в принципе, существовать. Отнять регистрацию. Вот они что и предлагают. Отнять регистрацию. Вот мне тоже интересно. Мы сейчас говорили с Евгением Борисовичем, но ведь партия Яблоко, сколько там, лет 7 примерно назад были они столь активны. Сейчас несколько лет последних ситуация изменилась. Они активны там на одном уровне, на федеральном уровне они не столь активны. Если все-таки этот закон вступит в силу, то задумывается ли участвовать во всех партиях, во всех выборах, ну, как-то тут не совсем понятно мне. Слушатели, что вы думаете, 708-502, нужно ли нам такое количество партий? И это инициатива ЛДПР, если партия не принимает участие в двух выборах, то, в общем-то, нужно лишать ее регистрации. 708-502, наш номер телефонный, и номер для ваших самосообщений 8909-720-101-0. Вначале обязательно подписывайтесь. Ну, вот опять же, правильно, изначально партия любая создается для представительства. То есть это я имел в виду. Изначально любое подобное объединение, это представлять чьи-то интересы. На политическом уровне. Да, но логично впоследствии, чтобы она участвовала в выборах, потому что единственный возможный способ повлиять на политическую, экономическую, социальную, какие-то аспекты жизни в стране, это существовать в рамках действующего парламента. Ну, то есть представлять себе. Не только, знаешь, представлять, что вот мы здесь. Не просто существовать, но представлять разные вещи. Возможности там, чтобы была возможность какой-то законодательной инициативы. Ну, то есть понятно, что для этого нужно присутствовать в органах власти непосредственно. То есть, ну, там, в том же законодательном собрании, к примеру, да, или в городской думе, или в Госдуме. И вот о чем говорит первый зампред комитета Госдумы по госстроительству. Партии создаются ли участие в политической борьбе за власть? Если они участие в ней не принимают, зачем такие партии нужны? И он, кстати, подчеркивает, что они намерены вот подобные поправки, которые предлагает ЛДПР, поддержать. Ну, то есть, это замечательно. Но вот по логике Агеева, опять же, партия зачем нужна? Чтобы бороться за власть. Но изначально-то нужно представлять интересы. То есть, ты знаешь, это как провести какой-то мониторинг почвы, да? Ну, ты не можешь просто прийти, я партия, я буду бороться за власть. Нужно сначала понять, кого ты и чьи интересы будешь представлять. Мне кажется, большинство партий сейчас, изначально создающихся, они просто не понимают, от чьи интересы они представляют. Так, может быть, в этом и есть проблема? Вот в этом и есть проблема. Потому что даже уже нынешние давно существующие партии, у меня такое ощущение складывается, что они не совсем понимают, кто их непосредственно электорат. И начинают они об этом задумываться только непосредственно перед выборами. То есть, когда уже нужно к кому-то конкретно обращаться. Знаешь, вот я просто вспоминаю свое детство, там, 90-е годы выборы. Как было? Пенсионеры и армия. Понятно, кто был основной контингент в плане электронных предпочтений любой партии. То есть, тогда было все понятно. Я помню нулевые и вот этот перекос, когда стали обращать внимание на молодежь, появление там всех этих движений, там, наши, там, молодая гвардия и так далее. Вот тогда вспомнили еще то, что молодежь у нас есть. Но она действительно появилась, активизировалась. Сейчас абсолютно все эти границы размыты. Непонятно, для кого, чьи интересы, кто представляет. Ну, мы точно представляем, кто наш электорат, а точнее, наша целевая аудитория. И наверняка у вас сейчас под рукой телефон, поэтому можете нас набирать. 708-502. Ваша точка зрения. По поводу количества партий. Нужно ли действительно вот в том, в том количестве, которое сейчас существует, на сайте Минюста указано 77 зарегистрированных партий, кто из них действительно заявляется на выборах и кто принимает активное участие в выборах. Ну, в общем-то, понятно, что далеко не все. И маленькие партии, ну, нельзя же запретить им верно существовать, потому что, Игорь, посмотри на меня, пожалуйста, если партия, ну, это же, предположим, нет денег, что от этого же тоже зависит. Если у партии нет средств. Да, то есть она не может принимать участие во всех выборах, вот прям подряд. Ну, о том я и говорю. То есть, если ты создаешь партию, то, во-первых, ты понимаешь, кого-то чьи интересы ты представляешь, а впоследствии ты борешься за власть. Чтобы бороться за власть, нужно иметь средства. И как ты эти средства будешь получать, это уже непосредственно работа, ну, вот этой партийной ячейки, руководства. Откуда оно будет эти деньги брать? Какие-то крупные партии, которые создают еще дочерние партии, для того, чтобы, ну, получается, просто размыть голоса? Для чего это делается? Ну, то есть, получается, что есть вроде партия, которая крупная, которая такой явно политический игрок, и появляется еще, то есть маленькая партия, вроде бы, интересная, те же самые, вроде и называется, похожа, да, но партия маленькая. И получается просто у людей, которые голосуют, которые приходят на выборы, получается, ну, не совсем понятно, вроде одна и та же партия, а по сути две. Это, знаешь, вот об этом и говорится о распылении голосов, мне кажется. Что вы думаете по этому поводу? 8909-720-101-0. Номер для ваших смс пишите и звоните. 708-502, номер прямого эфира. Мы сейчас ненадолго сходим на рекламу. Да, скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна и Герисев говорим мы сегодня о партиях, о том, что фракция ЛДПР намерена отобрать регистрацию партий, которые не принимали участие в выборах два раза подряд, то есть в Нижней Палате парламента считает, что большая часть недавно зарегистрировавшихся партий в стране не способна к реальной политической деятельности и создана лишь для того, чтобы просто для разбытия голосов избирателей. Да, мы сегодня пытались связаться с некоторыми депутатами, представителями партии и узнать их мнение по этому поводу, но сегодня, к сожалению или к счастью, три комитета в их собрании, поэтому все они заняты оказались. Но так или иначе общая картина более или менее понятна. Успели мы пообщаться с Евгением Кокаулиным, руководителем Кировского регионального отделения партии «Яблоко». Собственно, еще вот есть у меня смс-сообщение от Сергеевича. Подгнивший плод никто, поверьте, не сорвет. Мы не такой уж непонятливый народ. Можно подменить этот плод или перекрасить, отношение к нему не улучшить, и это не вина народа. Вот так, с позиции какой-то даже философии, наверное. Суть в чем? Отчасти я понимаю абсолютно логику того, чтобы, к примеру, у партии, которая занимается размытием голосов, так сказать, фонит, шумит просто, знаешь, как помехи в телевизоре, мешает, может быть, отнять возможность регистрации. Тем более, ну, как предлагает совершенно понятная форма, если не участвовал в выборах два раза подряд. С другой стороны, есть абсолютно понятная логика того, что при нашей системе устройства государства необходимо даже маленькой группе лиц иметь свое представительство. Другое дело то, что мы говорим о том, что большинство партий объединений, у меня такое ощущение, что не понимают, чьи интересы они представляют. Если мы с этим когда-нибудь разберемся, тогда, может быть, такие вопросы вообще, в принципе, ни на каком уровне не будут подниматься, а тем более так подробно обсуждаться, как вот это приводит нам газета «Известия». Да, ну и такая точка зрения, чтобы партия начала нормально работать, чтобы она смогла проводить своих представителей в органы власти, нужно время, финансы, программы, о чем мы сегодня тоже уже говорили. А если она не нужна избирателям, то она сама, в общем-то, и погибнет. Ну, собственно, вот, мы даже, наверное, вроде как дозвонились до Михаила Шевелева, руководителя Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа». Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Михаил, ну, ваша позиция, что думаете по поводу этой инициативы? Ну, сразу же, переходя к сущности вопроса, могу сказать, что я за конкуренцию. То есть, какого-либо ограничения конкуренции в сегодняшней культуре, культуре лидийской жизни, я считаю, что оно, ну, как бы неправильно. Потому что необходимо всячески создавать возможности для молодых людей, тех, кто русский. Алло, Михаил, мы вас не слышим. Алло. Алло, алло. Да-да-да. Да, вот сейчас слышим. Ну, я, к сожалению, нахожусь, наверное, в не очень удобном месте, поэтому так. Соответственно, я за конкуренцию, за то, чтобы у всех тех людей, которые сегодня вне политики, чтобы у них шанс был. И этот шанс на сегодняшний день гораздо важнее, нежели, ну, некая эффективная политическая деятельность. Ну, вот смотрите, какой логикой пользуются инициаторы. Создаются очень много партий, которые, собственно, либо по программе, либо просто по форме существования напоминают уже существующих их больших братьев, так скажем. И на выборах отнимают голоса у тех партий, которые могли бы получить больше представительства в каких-то органах, да? Ну, я считаю, что происходит в основном, в законодательной, которая бы позволила ограничить создание этих партий с поляром, да? Но на сегодняшний день даже появление их, так или иначе, позволяет, ну, формировать другую, новую культуру, собственно говоря, политической баталии. Михаил, скажите, пожалуйста, у вас партия достаточно молодая, не всегда, не везде представляетесь, если все-таки это будет закон принят, ну, в принципе, вообще ваше направление, ваши приоритеты, выборы какого уровня для вас интереснее? Для нас интересны любые выборы, которые, собственно говоря, проходят в нашей стране. То есть от муниципального уровня до уровня президента России. А приоритет какой-то все равно ведь должен быть? Ну, на сегодняшний день есть приоритет, собственно говоря, участие в выборах, там, Московскую городскую думу. Есть приоритеты, связанные с участием в выборах губернаторов в 16 регионах, насколько я не ошибаюсь. Есть приоритет в выборах в думу в 2016 году, в Государственную думу. То есть все эти выборы, конечно, высшего уровня, они являются приоритетными. Но, тем не менее, участие на самом нижнем уровне, в выборах муниципальная, районная дума для нас являются также очень важными, потому что именно там появляются те, наверное, так скажем, новые люди. Те люди, которые способны, ну, собственно говоря, появиться на политическом небосконе с новыми идеями, с новыми идеологиями и с новыми, возможно, ну, скажем так, делами, которые востребованы на сегодняшний день. Не словами, а делами именно. В губернаторских выборах будет участвовать партия, да? Конечно. А есть ли уже какие-то варианты с кандидатом? Вариантов множество. На сегодняшний день ведется работа. Я, к сожалению, сейчас комментировать не умею, по-моему, очень думаю, что через месяц я буду... Будет у вас больше информации. Через месяц мы узнаем уже имя того человека, который будет выдвинут от гражданской платформы, да? Я думаю, что такие сроки вполне приемлемы. Спасибо вам большое за комментарии. Михаил Шевлев, руководитель Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа». Вот, остался всего месяц, и мы узнаем имя кандидата от «Гражданской платформы». Вот это уже интересно. В общем-то, через месяц мы, я думаю, уже много чего узнаем, но покажет время. К следующей теме мы сейчас переходим. Нужно нам еще... Мы обещали слушателям обсудить медали школьников-выпускников. Минобранауки заменила золотые медали на эти статы с отличием. Зачем это делается? Сейчас мы пытаемся дозвониться до директоров наших кировских школ. И также у нас сейчас, возможно, на линии будет ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач. Действительно, выпускников школ больше не будут награждать медалями. Слушатели, ваше отношение к этому, ну, то есть, не будут, не будут, ничего страшного. Или, а почему медали не закупили, денег нет? Ну, в принципе, зачем вообще менять то, что существует уже столько лет и, в общем-то, стало уже традицией. 708-502, можете к нам позвонить. Номер для смс-сообщения 8-909-720-101-0 в начале обязательно подписывайтесь. Я бы, знаешь, даже вот эти вот большие дипломы непонятные тоже бы, наверное, отменил. Вот есть вот этот вот аттестат, да, куда вписывают все твои оценки и так далее. Ну, просто бумажечка, да, обыкновенный документик. Без всех вот этих помпезностей, папочек и так далее. Можно было бы выдавать, если ты уж такой, ну, там, отличник, активист, молодец, да, там у тебя все пятерки и заслуживаешь ты красного диплома. Красные же дают, да, за пятерки, когда у тебя все. Думаю, сейчас и выясним, да. Вот, ну, смысл в том, что давали бы тогда, ну, знаешь, как вот такую маленькую, ну, как паспорт такой. Ну, что вроде бы, есть у тебя все, приносишь и показываешь, и все. А вот эти все вот какие-то там медали, большие дипломы. Ну, ты же понимаешь, медаль дается не для того, чтобы ты потом где-то ее показывал, приходишь на работу, устраиваешься и говоришь, мне в школе медаль дали. Нигде ты не показываешь. Ты показываешь ее дома, родители за тебя радуются, ты положил в шкаф и никогда, может быть, на нее больше не посмотришь, минуты, не знаю, может быть, какой-нибудь грусти и печали. Ну, тот факт, что у тебя, не знаю, у твоих братьев, у твоих родителей есть эти медали, и вот у тебя тоже есть медаль, просто как традиция. Зачем это выбирать? Большой вопрос в том, заслуживают ли многие из тех школьников, которые заканчивают золотой медалью школу, эту самую медаль. У меня такое ощущение, что просто, в принципе, за последние там лет, наверное, 10-15, учитывая то, что происходит в нашем образовании, само это понятие обесценилось. Ну, то есть, если, к примеру, я приду, если у меня была золотая медаль и сказал бы, что вот я закончил школу с золотой медалью, мне бы сказали, ну-ну. Подтянули тебе? Ну, знаешь, там разными способами можно. Отдельная эта тема. Николай Целищев, директор 28-й школы, у нас на связи. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Николай, расскажите, во-первых, действительно, что будет, если отменят медали, и нужны ли они, в принципе? Нет, вы знаете, ну, есть сообщения о том, что на самом деле почему-то отменяют, вот, и золотую, и серебряную медаль, но, как бы, тот вклад учеников в свое образование, конечно, отменить нельзя, то есть, если они заканчивают результаты их учебы и пятерки, то они получат аттестат особого образца. Это, в принципе, это в любом случае останется. Мое же мнение по поводу медалей следующее. Я считаю, что, вот, понимаете, в наш век процитизма, да, то есть, когда, ну, представьте себе, уже все, есть понятие профильное образование, ребята уже заранее определяют себя, куда поступать, где нужны два-три предмета для того, чтобы успешно издать ЕГЭ и поступить, да, то есть, вот, то есть, в этот век, когда все практично, да, то есть, в нашей ситуации есть ребята, которые учатся по всем предметам одинаково на одну оценку пять. Вы знаете, вот для меня, например, как директора школы, это подвиг, а за подвиг дают медаль. Ну, я с вами согласен, на самом деле. Ну, то есть, медаль надо оставлять. Я думаю, что медаль надо было оставлять, но, вы знаете, как бы, вот, я могу сказать только одно, в двадцать восьмой школе медаль останется, и я не знаю, где пока я найду деньги для того, чтобы заказать эту медаль, но я считаю, что если государство не может решить эту проблему, если это дорого слишком для государства, я, как директор, найду средства для того, чтобы, в принципе, это почти тех детей, которые, как я уже считаю, как уже сказал, заслуживают того, чтобы получить эту самую медаль. А вы общались со своими коллегами по этому поводу? Может быть, и другие школы пойдут таким же путем? Ну, наверное, в принципе, это, потому что я не думаю, что, вы понимаете, вот вы говорили о том, что, скажем, на самом деле, сейчас уже нет никаких льгот для поступления, то есть, ребята поступают по результатам ЕГЭ, да, то есть, по результатам Олимпиад, то есть, медаль, она оставала, ну, оставалась только вот эта функция именно, ну, пощения, что ли, вот, ребенку, для того, чтобы он мог в будущем показать своим детям о том, что вот так училась их мама или их папа. Понимаете, это чисто вот моральный уже какой-то стимул, он там материального-то уже ничего не осталось, как бы, да, не говоря уж о золоте, количестве золота, золотой медали, да, то есть, это остались только моральный вот стимул, который убирать, ну, не хотелось бы просто, я думаю, что наоборот, для того, чтобы дети хорошо учились, нужно еще больше стимулов, вот, и убирать вот уже устоявшийся стимул, я думаю, не совсем правильно. Ваша точка зрения понятна, но вы одновременно же сказали, что, ну, вот у нас такой мир современный, мне кажется, что медаль, ну, может быть, это все-таки пережитки прошлого, когда у нас все вот в электронном варианте, в преимуществе своем, и ЕГЭ более такой современный вариант сдачи экзаменов. Нет, вы знаете, как бы, я думаю, что, вот, знаете, во всем должен быть здоровый консерватизм, вот, у консерваторов есть главный принцип, это то, что можно не менять, менять не надо. Я не думаю, что, вот, есть вещи, которые меняются, хотим мы этого и не хотим. Здесь, еще раз повторяю, это, вот, материальный интрибут того, что можно показать, понимаете, спустя какое-то время, перебирая свои, там, я не знаю, личные вещи, еще раз повторяю, в семейном архиве, ну, вот, ничего особенного, ну, такого трудного в этом, говорю, нет для того, чтобы сохранить это. Ну, вы знаете, я еще раз повторяю, что разумный консерватизм еще никому не помешал. Спасибо вам большое за комментарий, Николай Целищев, директор 28-й школы, за консерватизм, за то, чтобы оставлять стимул тот, который есть, и, в общем-то, что за подвиг нужно давать медали. А вот сейчас я прямо в корне поменял свою точку зрения относительно медали, знаешь, почему? Потому что вот у нас государство такое говорит, а вот нет, все, ну, не хотим больше не давать никаких медалей, нет у нас денег, да и вообще все это непрактично, и вот находятся люди, вот просто меня это всегда поражало, вот они говорят, а вот, ну, не хотите, мы сами тогда сделаем, потому что мы хотим. Вот 28-я школа хочет, да, и вот они сделают. На собственные средства будут покупать своим выпускникам, своим ученикам, которые на пятерке учились, золотые и серебряные медали, для того, чтобы, ну, потому что, во-первых, это традиция, во-вторых, может, ну, как, ну, подвиг, да. Что, что думают по этому поводу Валентин Пугач, ректор, ректор Вятского государственного университета, узнаю прямо сейчас. Валентин Николаевич, добрый день. Да, здравствуйте. Как вы считаете, выпускникам нужны медали или нет? Вы знаете, у меня неоднозначное отношение к этому вопросу. С одной стороны, медаль, возможность получить медаль за хорошую учебу, это очень хороший стимул для школьника, для того, чтобы, там, ну, преодолеть какую-то лень, там, сделать еще дополнительные усилия и так далее. С другой стороны, насколько я помню, в последнее время это превратилось в некое, в некое соревнование со стороны школ, и они мерились друг перед другом этим количеством этих медалей. К сожалению, это приводило к тому, что очень большой соблазн у руководства школы, учителей, появлялся в случае каких-то пограничных состояний немножко, немножко натянуть оценки, немножко, как бы, закрыть глаза на какие-то упущения для того, чтобы, там, эта медаль все-таки состоялась у конкретного выпускника. И это, это приводило к определенным, ну, таким нарушениям, мягко говоря. Нет, ну, понимаете, здесь же дело не в том, что какие оценки будут у ученика, возможно, сейчас будут это делать, ведь никто не отменяет, что вы тестаете, оценки будут стоять, и, возможно, аттестат будет какого-то другого цвета. Дело в том, что именно, ну, вот такая вот, грубо скажу, штучка, медали, чтобы была. Штучка, конечно, красивая, она приятна, и ее, наверное, и детям своим приятно было получить, ну, вернее, показать было бы и так далее, поэтому, вот, чем она кому не понравилась, я, честно говоря, не очень понимаю. Спасибо вам большое за комментарий. Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета, кстати, хотелось спросить, Валентин Николаевич еще с нами? Алло, нет, у него все-таки есть такая медаль или нет? Я вот могу сказать, ну, что действительно, вообще никогда в жизни ее не видел, вот я посмотрел просто, как она выглядит. Но я так понимаю, что сейчас, когда их уже нет, их уже не будет, вот так все, больше не будет золотых медалей вручаться от государства непосредственно, вот интересно будет, сейчас же у каждой школы, наверное, будет, если примется такое решение в каждой отдельной школе, она будет выглядеть как-то по-своему, по-особенному, а это тоже, согласись, мне кажется, было бы интересно. Ну, то есть, вот я 28-ю, к примеру, заканчивал, ну, не я лично, я к примеру говорю, вот, и вот у меня будет такая медаль, а вот я, ну, вот я уже про себя, к примеру, если бы у меня все-таки была медаль, у меня 52-ю заканчивала, вот у меня была бы какая-то другая с другим. Ну, понимаешь, это уже местечково, это что-то вот в вашей школе, какая-то медаль, а когда это во всей стране даются медали, они у всех одинаковые, но все-таки это, мне кажется, больше стимул. Просто мнения у нас сегодня так разделились, да, кто-то говорит, ну, есть и пусть будут, а для кого-то это действительно важно. Вот так вот. Ну, 28-я школа, молодцы, все-таки, такая инициатива. Надеюсь, перемут. Другие. Светлана Зельникерис, до свидания. Пока.